Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 августа. Я продолжаю дегустацию томатов сезона 2023 года. Сегодня у меня на столе собрались снова разные-разные-разные томаты, так не похожие друг на друга. Я сейчас все их назову по порядку, а потом начнем по одному по очереди. Буду о нем рассказывать. Сегодня будет дегустация групповая, потому что уже нет времени отдельно про каждый сорт снимать видео. Вот это восставший звездный истребитель Носатый. Расскажу сейчас о нем подробнее. Вот это слон оранжевый минусинский. Вот это мамино малиновое сердце красавица. Потом вот это истинные цвета. Это кленовый сироп. Так, вот тут лежит Турция. Так, это истинные цвета разрезанные. И тут у меня 4 гнома, которые остались с предыдущей дегустации. Это Дерская Мэри, Полосатый Джереми, Электрик Пинк и Глаз Тигра. Причем все здесь новинки, кроме маминого малинового сердца, Турции и Дерской Мэри. Эти сорта у меня остались, выращиваю из года в год, остались у меня навсегда. Они, можно уже сказать, как проверенные временем. И о них я знаю все. Но начну рассказывать с тех новинок, которые для меня новинки и которые я выращиваю впервые. Конечно, из всей этой яркой палитры привлекает взор вот этот вот негритеночек. Отличаются плоды каким-то своим блеском. Видите, на фоне всех они самые блестящие, как лакированные. Во-первых, они блестящие. Во-вторых, у них такая какая-то необычная, такая экзотическая раскраска. Вот это тот самый восставший истребитель Носатый. У меня есть уже истребитель, вот мятежный истребитель, ведущий, он, как он называется-то? Мятежный истребитель Прайм. Это тот же самый сорт, но немножко модифицированный, как бы усовершенствованный из-за вот этого носика. Предыдущий был просто сердцевидный, причем могли быть сердца тупые. А у большинства этих плодов носики явно выраженные, некоторые прям интересные. И большинство из них, они видите, как загнутые вниз. Как бы он действительно стремится куда-то. И, конечно, раскрашены, как пасхальные яйца. Как будто специально кто-то их разукрасил по-разному. Видите? Этот такой раскраска. Этот такой. Все с одного места сняты. Эти такие, такие. И формы, и размер разные. Если вот видите, на этом же кустике, как бомба такая, с тупым концом встречаются. Это может быть. Но вообще, вот этот истребитель, это весь носатый. Звездный истребитель носатый. Он что в теплице, что на улице. У него везде одинаковое строение куста. То есть он скромный. Листья вот такие вот пониклые. Очень-очень редкие кружева. И такие же очаровательные, носатенькие, полосатенькие плоды. Большой плюс этого сорта, что в теплице он тоже выглядит точно так же. Растение не укрупняется, не превращается в огромное. Точно такой же с тоненькими стволиками. И вот такие вот плоды. Вот это у нас новинка, истребитель носатый. Вот он, красота какая. Всякие-всякие формы. Вот вы сейчас увидели, какой куст. Такие кусты называют как бы лионовидными. Они вот тоненькие, они тянутся, тянутся, тянутся вверх. Они могут быть полтора метра в открытом грунте, а в теплице до двух метров. И, конечно, требуется подвязка, требуется посынкование. Он не будет стоять без опоры. Тем более, что плоды такие, как это не черри, они, конечно, утянут, будет куст заваливаться. Вообще плоды формировать можно в два-три ствола, потому что, видите, они не очень крупные. Вес указывается 150-200, но иногда до 300. Но вот это вот у меня одна крупная, а остальные у меня вот такие, как прям штампованные. Самое главное преимущество этого сорта, это, конечно, вот его экзотичность. Красота неописуемая. Когда висит на кустах, как игрушки, начинает спеть, прям заходишь специально в теплицу, любоваться. Но, когда налюбуешься этой красотой, все, успокоишься, выступает на первый план следующее достоинство этого сорта. Это, конечно, его вкус. Я сейчас разрежу. Но кто выращивал какого-нибудь звездного, у этого восставшего истребителя, хоть носатого, хоть не носатого, знают, что вот эта темно-вишневая мякоть, как все томаты шоколадки, она такая сладкая. И вкус совсем не похож на томатный. Вот именно у него экзотика и снаружи, экзотика и внутри. На разрезе открывается нам, нашему взору, вишневая такая мякоть, семена в зеленом геле, что сразу становится понятно, что это черноплодный томат, что это шоколадка, и, значит, вкус у него с преобладанием сладости. И действительно, этот истребитель, как и первый, не носатый, он очень сладкий. И если кислинка немножко присутствует, то она такая мягкая, не сильно выраженная. То есть, вот этот томат понравится любителям сладких томатов, вообще любителям экзотики. Причем хочу заметить, что расцветка, вот смотрите, до чего разная расцветка, вот этот почти чернильный, почти черный, вот этот вот просто бордовый. И, конечно, это зависит от количества солнца, солнечных лучей, которые попали на эти томаты. Чем больше солнца, тем больше антоциана, все это знают. И поэтому томаты могут у вас вырасти вот просто от красных бордовых до таких чернильно-фиолетовых. Все разные. И форма также, я говорила, что может быть изогнутый нос, может быть прямой нос, может уродиться вот такая вот помидорка, огромная, не похожа на других, но висела рядом с другими. Все. Если сделать, подвести вывод об этом томате, идеальный для теплицы, вот этот леоновидный, тонкий, длинный ствол, он для выращивания в теплице идеален. Листья невидимые, опущенные, совсем тонкие такие какие-то. Ну, короче, очень красивый, декоративный, сладкий, вкусный, экзотический томат. Восставший истребитель носатый. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Следующий томат, который тоже прям притягивает взор, хочется на него посмотреть, рассмотреть повнимательнее. Это слон оранжевый минусинский. Как вы видите, тоже различные формы. Смотрите, вот остроносенький. Вот вообще с тупым носиком, хотя все они, ну как, вместе росли, два куста, а не все с одних кустов. Этот вот с такими ярко выраженными красными полосками. Этот вот прям весь бордовое поле. И все томаты разные, но они все одинаковые на вкус. Это тоже сорт, у которого вкус с преобладанием сладости. И про этот минусинский сорт и про другие я говорила, что это сорта народной селекции. Поэтому их нигде нет в госреестре и нигде не ограничено такое, как характеристики. Вот у меня этот слон минусинский, он с простым листом, он высокорослый. Но я читала в комментариях, что есть слон минусинский оранжевый и с картофельным листом. Не знаю, не видела. Я сейчас буду рассказывать о своем слоне, слоне минусинском. По сортовым характеристикам он ничем сильно не отличается от других индотерминатных томатов. Индотерминатные, среднеспелые, можно выращивать в открытом грунте, можно выращивать в теплице. Самое интересное у него, конечно, внутри, это бекалор. И вот эти бекалорные проявления, ими пронизаны все плоды, в разной степени проявляются. Бывает сильно много красного цвета, больше. Бывают просто такие невидимые полоски. Но каким бы рисунком не был разрез, все они сладкие. С таким, как бы вам объяснить, с каким-то сфруктовым привкусом. Вот как я первый раз дегустировала, говорила, что это настоящие персики. Я первый раз дождалась до полной спелости, начала есть вообще на томаты не похожие. Вот персики и персики. Так что вот эти сорта, и вот этот истребитель восставший носатый, и слон минусинский оранжевый, они ближе как бы к десертному направлению. То есть вкус с преобладанием сладости. Чего не скажешь, вот сейчас буду вам рассказывать дальше о, например, мамино малиновое сердце. Тоже ведь прекрасный сорт, и вкус гармоничный, и сладковатый. Но у них вкус именно томатный, классический томатный вкус. А слон оранжевый минусинский, он вкус как больше какой-то фруктово-десертный. Вот такой он. Если вывод делать про этот томат по первому году. На улице не выращивала, выращивала в теплице. В теплице ведет себя хорошо, листья лишние удаляла. Правда, пасынков много он дает. Очень склонен к образованию вторичных пасынков. Взрослые убираешь, вылазят из пазух маленькие пасынки. В остальном ничем не отличается. Сорт как сорт. Конечно, вот лично для меня самое главное преимущество этого томата, это его вкус неповторимый, сладкий, вот такой приятный. Консервировать я его не собираюсь, не знаю, подходит ли он для консервирования. Но главное направление это для салатов. Для употребления в свежем виде получите массу удовольствия от употребления именно таких спелых. Вот этот вот я вижу уже, вот этот прям спелый-спелый. Некоторые томаты вот этого сорта попадаются вообще очень малосеменные. Одно-два семечка, остальное все томатное мясо. И заметьте, нет никаких стерженьков, нет никаких вот здесь зеленых включений тут. Ничего лишнего. Только одно сладкое, вкуснейшее томатное биколорное мясо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Они пониклые, они чуть солнышко, они сразу вянут. Какие-то делаются подвялые, какой-то он весь тонкий. Смотрите, какие стебельки. Весь он тонкий, весь он хилый, и кажется, ну как ты, дорогой, такую тяжесть на себе держишь. Кажется, что он, если не умрет, вот-вот, то уж сломается точно. Но вообще, плодов на нем много, конечно. Но зрелище такое печальное, жаль его становится. Если остальные характеристики пересмотреть, он среднеспелый. Ну, то, что индетерминантный, высокорослый, вы уже поняли. Можно выращивать и в открытом грунте, и в теплице. Я выращивала в этом году только в теплице. И посынкование, и подвязка обязательно уже ясно, что такой хилый кустик. Он сам не будет держаться, он тоже как лиана. Как вот про носатого говорила, что очень тонкий, длинный. Конечно, нужна опора. Формировать в один или два ствола можно. Ну вот про плоды. Тут опять такая ситуация, что плоды указано, что сердцевидные. Но могут быть и плоско-сердцевидные с тупым концом. Вот видите, вот этот тупой. Могут быть вот такие вот остросердцевидные. Так что на одном кустике можете встретить разные формы. Вес указан 200, 300, 400. Вот на первых, на нижних кистях были огромные прям. А дальше идут вот такие двухсотки. И конечно, конечно, этот томат, он создан для того, чтобы мы его употребляли в свежем виде. Он, ну вот вкус неописуемый. Особенно вот эта вот у меня помидорка, она почти переспела. Он тает во рту. Сладкий, с такой приятной кислинкой. Но тут же опять я обнаружила у них еще один недостаток. Они совершенно не подлежат хранению. Но не могут храниться. У них до того вот эта нежная мякоть. Видите, какая. Я их донесла сегодня до дома. И в ведре пока лежали. Одна уже лопнула, другая тоже как-то сплющилась, деформировалась. Они, короче, они совсем не держат форму. Если я про какие-то томаты, особенно вот про мелкоплодные говорила, что их возьмешь, они прям вот крепенькие. Их хоть сколько наложи друг на друга, они все держат друг друга. Это нет. Ее прям как драгоценный груз надо в руке нести. Ну, вкуснота, конечно, неописуемая. Так, подвожу итог вот про этот сорт. Истинные цвета. Забываю номера говорить. Он у меня под номером 1047 в каталоге. Но я не уверена вообще, что у меня будет достаточное количество семян. Потому что семянные камеры полупустые, видите, вот. И когда разрезаешь даже спелые томаты, в них есть вот эти семянные отсеки. Вроде бы и зеленый гель там есть. А самих семян почти нет. Всего несколько штук наковыряла. Но не в том дело. Мое такое мнение об этом сорте. Конечно, это вот он экзотический. И вот по мне, мне кажется, что как бы, ну, требует он какого-то повышенного, что ли, ухода. Вот то, что он не хранится. То, что его в общем лукошке не понесешь, если он спелый. И его нужно именно, вот только поспел, его нужно сразу кушать. Ясно, что ты его не будешь ни консервировать, ничего не делать. В заготовке, наверное, тоже не пойдет. Потому что нежная мякоть, вот это вот, только для употребления в свежем виде. И вот эти кустики хилые, я всю весну, когда высадила, смотрела на него. Все стоят крепыши, все хорошие такие. А он вот такой, как больной. Ну, кажется, как будто бы что-то вот с ним не так. Я такие томаты не очень сильно люблю. Но ради вкусных плодов, конечно, стоит их потерпеть. Кстати, у меня и тайга. Тайга, вот эти вот листья картофельные, они тоже ведут себя не очень хорошо. В теплице самые первые начинают вянуть, скручиваться. Есть же листья, которые вообще не реагируют на жару. А эти вот такие. Ну, короче, куст капризный. Но плодов много, плоды вкусные. Так что будем кушать на будущий год. Будем еще раз высаживать, осваивать. Может быть, приспособившись... На будущий год хочу на улице посадить. Может быть, приспособившись к моему климату на улице, он как бы окрепнет и будет расти себя по-другому. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я сказала, что я подбирала в этом году группу вот таких биколоров, триколоров, которые вкусные, которые с преобладанием сладости. Короче, сладкую компашку собирала, компанию. И тут же у меня вот лежит кленовый сироп. Он как раз в этой же категории такой же вот, как этот. Он тоже должен быть вот такой на разрезе, такой же на вкус. Но сразу хочу отметить достоинство этого сорта. Если сейчас я про истинные цвета говорила, что он хиленький, слабенький, то кленовый сироп вот такие мне нравятся. Этот прям богатырь. Давайте посмотрим. И вот видите, все томаты какие разные. Вот они, если их вот так вместе поставить, они и на цвет почти одинаковые, и по вкусу, по качеству плодов почти одинаковые. Но до чего же разные кусты. Вот с этим кустом кленовый сироп ни забот, ни хлопот. Он вымахал, вырос, начал завязывать свои вот эти огромные плоды. Плоды начали постепенно спеть. Листики стоят такие здоровые, красивые. Распушился. Кленовый сироп имеет куст такой крепкий. Он в высоту пытается до самого потолка дорасти. Я уже его обрезаю. Листья такие размашистые, но не очень плотные. Ну, средний, короче. Он средний, облиствленный. И не сильно тот гигант, который мешается, и нехилый. Но плоды формируют большие. И их на кустах много нанизано. Вот еще один куст кленового сиропа. Огромные такие плоды нанизаны. И они идут, идут, идут. Все выше, выше, выше. Вот такой у нас кленовый сироп. Ну, кленовый сироп к концу сезона наметал столько плодов. Ему становится тесно. Я вот сейчас пришла собрать спелый урожай. Его распирает во все стороны. Вот они раздвигаются. Огромные. Да. Но мне нужны пока что только спелые. Ой, смотрите. Всеми цветами радуги. Красавец. Так, ну сейчас познакомлю вас с общими характеристиками. Ну, ясно, что он индетерминатный. Он вырастает высоким до 2 метров. Есть информация в интернете, что он может вырасти до 2,5 метров. Но я ему, конечно, не позволила этого сделать. Я обрезала сразу, как только превышает 1,8 метра, до 2 метров доходит, я сразу обрезаю макушку. Она не нужна. Тогда уже идет быстрее налив и созревание нижних кистей, которые уже сформировались. Выращивать можно и в теплице, и в открытом грунте. Ценится за свой неповторимый, вот такой сладкий, с фруктовой ноткой вкус. Сейчас я его и попробую. На разрезе кленового сиропа, смотрите, открывается вот такая красота. Зеленый цвет прям ярко-ярко выражен. Посередине вот такое алое. И несмотря на то, что вот эта зеленая мякоть вроде отпугивающая, она нежнейшая, прям нежная-нежная. У меня вот сладковатая, с кислинкой. Но мне кажется, мои кленовые сиропы еще не до конца вызрели. Потому что нужно было бы, наверное, подождать, чтобы они стали вот такие же бордовые, как истинные цвета. Я, наверное, немного поторопилась. Буду потом дегустировать еще раз. Но я уже знаю по информации из интернета, что этот сорт, он отличается вот таким изысканным, изысканным, экзотическим вкусом, сладким, с фруктовым послевкусием. Этот сорт для меня новинка. Я, конечно, ничего еще конкретного о нем сказать не могу. Но на первый взгляд он мне понравился. Во-первых, вот формой куста, что он такой не болтается, не хилый. Не нужна ему сильно такая моя помощь. На него не жалко смотреть. Наоборот, он бодрый. Тем, что много завязей. Тем, что они крупные такие. И вообще вид, посмотреть на него приятно. Ну и раз у него еще будет сладкий вкус, когда он поспеет полностью, значит, этот сорт, конечно, останется в моей коллекции надолго, я думаю. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Но несмотря на то, что у меня в этом году много новинок, таких экзотических, красивых, я не забываю о тех сортах, которые уже проверены временем и которые всегда у меня на лидирующих позициях. Вот мамино малиновое сердце, итальянский сорт. Смотрите, какой красавец вырос. 700 граммов. Великолепный. Ну и та тоже помидорка. Наверное, столько же. Внук сегодня подошел. Они росли на кустах. Он такой, бабуля, а это что? Я говорю, помидорка? Он никогда не видел таких огромных помидорок. Он подошел, у него голова почти такая же, как эта помидорка. Я сейчас разрежу еще раз ее. Хотя я об этом сорте много рассказывала, но я не устаю восхищаться им. Потому что, несмотря на то, что это не экзотика, но вызревший, вот это вот полностью вызревший у меня, вызревший вот этот плод маминого малинового сердца, он такой вкусный, неповторимо вкусный, сладкий, но не десертный, а именно классический, настоящий вкус томата. Вот, как мы называем томат из нашего детства, бабушкин томат. Сейчас буду резать. Когда мы разрезаем мамино малиновое сердце, сразу ясно, что это именно не розово-плодный томат, а именно вот такой малиновый. Потому что цвет малиновый, прям, не знаю, камера передает или нет, вот прям ярко-ярко малиновый, и еще бордовые сполохи в центре плода. Я сегодня уже кушала такой томат. Ну, в смысле, этот сорт разрезала. Но я сейчас поем еще раз. Им на истис невозможно. Это именно вот такой для салатов. Руками будем брать. Раньше я не понимала, что значит мякоть маслянистая. Теперь уже стала понимать. Вот мякоть нежная, и именно вот такая маслянистая. Она сама прям залазит в рот. Вкусный. Но, еще раз уточню, что не десертный. Он сладкий. Он с таким, с еле-еле уловимой кислинкой. Вот как про него, про такие вкусы говорят, что гармоничное сочетание сладости. Сладости высокий процент. И кислинки. Кислинки маленький процент, прям еле уловимая. Ну, настоящий классический сорт. Ой, классический, да, томат. Если про него, почему он всем нравится. Вот мои зрители, кто покупался, у меня все пишут, ой, у меня такие выросли большие. И 700, и 800 даже вырастает. И вкусные, и сладкие. Чем он нравится? Ну, конечно, тем, что он неприхотливый. Хотя он индетерминатный. И подвязку, посынкование, конечно, ему нужно делать. Но все, больше ничего. Вырастает, дает огромные плоды. Особенно на первых кистях, прям поражают своим размером. Всегда дает стабильно высокие урожаи. Хорошая завязываемость. И что немаловажно, он раннеспелый, поспевает одним из первых. Вот эти бомбы я сорвала с теплицы. Но у меня уже поспели в открытом грунте. Еще в июле я снимала уже там, ну, срывала мамино малиновое сердце. Три помидорки больших. И сейчас висят уже бурые. И в открытом грунте, и в теплице. Не знаю, как у кого. У меня вот дают стабильные урожаи. Никогда не дают осечек. Вот этот сорт, который из года в год я высаживаю. Он уже проверен временем. Кто любит крупные, мясистые, сахаристые для салатов. Мамино малиновое сердце. Вот это тот самый сорт. Номер 314 у меня в каталоге. Он у меня есть семена прошлого года. И вот сейчас я занялась заготовкой сезона этого. Так что у меня эти семена всегда в наличии. Кто будет, например, кто имеет желание заказать его, внести в заказ, он у меня всегда, круглый год есть. Мамино малиновое сердце. Идеально для выращивания в теплице. Много лет ее выращиваю в теплице. Никому не мешает. Из-за того, что разреженные листья. Смотрите, видите. Листья разреженные. И несмотря на то, что куст вырастает все-таки большим. Он вот такой настоящий, индотерминатный. Видите, сквозь него так хорошо проходит солнце, что никому он не мешает. Новинок с каждым годом. Все больше и больше. Но какие бы новинки не добавлялись. Прекрасные, красивые. Мамино малиновое сердце, итальянский сурд, постоянно остается в лидерах. Спеет рано. Плоды крупные, вкусные. Красивый. Ой, прямо сейчас сняла его с куста. Залюбовалась. Очень хорошее. Наросло мамино сердце. И еще один сорт, который является вот такой же классикой томатного мира. Это вот сорт Турция у меня под номером 1000. В прошлом году не было семян. В этом году будет. Правда, они тоже, видите, совсем малосеменные. Я уже отметила эту закономерность. Чем не лучше сорт томата, тем меньше у него семян. Ну вот Турция. Он точно такой же классический вкус. Он сладкий, но не десертный. У него тоже мякоть малиновая, вкусная. Но он плоскоокруглый, а не сердцевидный. Мамино малиновое сердце сердцевидное. А Турция плоскоокруглая. И у него отличительная черта – это картофельный лист. Сорт с такими листьями, с таким большим количеством листьев. Вот сильно облиствленный. Листья еще картофельные, с широкими листовыми пластинами. Безусловно, для выращивания в теплице он не очень идеально подходит. И еще одна особенность этого сорта – он сильно склонен к образованию пасынков. Я выстригаю лишние пасынки, они образовываются. Выстригаю лишние пасынки, они образовываются. В высоту старается до самого потолка достичь. Вот это как раз тот сорт, у которого всего много. Много листьев. Стволы толстые. Растение сильное. И, конечно, его нужно за ним отслеживать. Короче, за ним нужен глаз да глаз. Но большой-большой плюс и большое преимущество, что у него не только много листьев, толстые стволы, много пасынков, у него еще много завязи. Вот смотрите. Куда не кинешь глаз, везде висят маленькие турцы. И это в условиях неблагоприятного лета. Вот у нас вчера, позавчера и несколько дней держится температура 35 на улице, плюс 35. На ближайшую неделю передали до 40. То есть при 40 градусах на улице в теплице мы уже ниже уличной температуры сделать очень сложно. Но, несмотря на это, Турция завязывается. Есть, конечно, я не буду совсем уж говорить, что нет совсем пустоцветов. Сейчас вот сюда пролезем. Есть, конечно, и цветочки, которые отсвели и опали. Но все-таки достаточное количество помидорок маленьких, которые завязались и висят. Ну вот, опять надо идти ее обрезать. Еще раз говорю, очень много листьев наращивает. И если листья не прореживать внутри кроны, то будет прям тайга. Турция у меня не новинка, поэтому я знаю, какой это очень урожайный, очень крупноплодный, очень продуктивный сорт. Томат достойный и за ним стоит поухаживать. Весь спектр ухода ему нужно обеспечить. Конечно, такие томаты, они требуют внимания. И посынкование должно быть, и подвязка должна быть. Его просто так посадил и забыл, не вырастешь. Ни в коем случае. Это не гномики. Но оно того стоит. Дает огромное количество вот таких малиновых, розовых, бифтоматов. Мясистых, сахаристых, сладких. Так что, кто не любит экзотику, вот которые вот, вон они, негритятки лежат, всякие. Кто не любит экзотику, останавливайте свой выбор вот на таких томатах. Как мамино малиновое сердце, как турция. КОНЕЦ Следующим сортом будет томатный гном полосатый джирами. И хочу рассказать о нем более подробно, потому что томатные гномы, они вообще считаются новинками в томатном мире. А полосатый джирами среди всех гномов в их, ну, в томатном проекте считается новинкой. Среди них еще всего 2-3 года этому сорту. Поэтому мало кто о нем знает. И сейчас мы его рассмотрим со всех сторон. Ну, во-первых, он, как и все томатные гномы, все характеристики присутствуют. Также толстоногий в рассаде не вытягивается. Детерминатный лист такой морщинистый. Но, несмотря на свою детерминатность, он все-таки не относится к низкорослым гномам. Он детерминатный, но высокий. Высотой может вырасти до 120 сантиметров. То есть, он вот такой прям наращивает настоящий куст. И тут, когда мы читаем или слышим, что можно не посынковать и не подвязывать, к полосатому джераме это не очень относится. Потому что, да, его можно не посынковать, но подвязывать его нужно обязательно. Потому что у него зашкаливающая урожайность. Куст весь облеплен плодами. И он не только, как без подвязки сломается, упадет в сторону. Даже с подвязкой у меня все стволы сгибаются, опускаются вниз. И подвязка ему нужна обязательно. Томатный гном полосатый джерами относится более к высокорослым сортам, чем к низкорослым. Как все томатные гномы, да, он компактный, детерминатный. Но если сравнивать вот с такими сортами, как дерзкая мэри, видите, он в два раза ее выше. И такие же, как дерзкие мэри, есть арктическая роза, банановые пальцы. Но много таких сортов, которые из гномов самые низкорослые. А полосатый джерами относится к более высокорослым. Но, как все гномы, он имеет такие листья толстые, морщинистые, несистые. Куст все-таки считается компактным, потому что он сильно ни в высоту, ни в ширину в открытом грунте не разрастается, как бы таким кустиком. Если его вовремя подойти, маленько сделать формировку, обрезку, вот, обрезать нижние листики, то он будет выглядеть очень аккуратно. И видно огромное количество завязей уже в конце июня, начале июля. Это он на улице. Очень красивые вот такие декоративные плоды полосатенькие. Ну, соответствуют названию. Вот какой красавец. Если подробно рассмотреть плоды, вот здесь у меня как раз собраны те томатные гномы, которые в отличие от предыдущих, которые я дегустировала, я вот рассказывала про красота Сьюзи, потом фестиваль Аделаиды, Тай-Дай Фред, те, которые огромные плоды, те, которые сладкие, те, которые сочные, но они у нас не подходят ни для хранения, ни для консервации, то есть нежная мякоть, очень много сока, только употребление в свежем виде. А вот эти вот собрались у меня. Вот полосатый Джеремидерская, Мэри, вот Электрик Пинк, Глаз Тигра. Вы видите, что все они мелкоплодные, и они все, вот у них есть такая характеристика, что они могут долго храниться, их можно использовать для целеноплодного консервирования, ну и, конечно, также для вяления, для запекания, вот для всех тех блюд, в которые никак мы не можем использовать крупноплодных томатных гномов. Если рассмотреть, прям вот пощупать, потрогать, плоды у полосатого Джереми очень плотненькие, несмотря на то, что он поспел, он очень спел и уже вкусный, он плотненький, хорошо набит мякотью, и это значит, а, и у него еще плотная шкурка, сейчас мы это увидим, это значит, что он будет лежать очень долго, будет в консервации хранить свою форму, сохранять, и вот он, как раз тот самый томатный гном, который не растекается, который долго будет, скажу еще, что форма округлая, и все они, как на подбор, одинаковые, как шарики, это очень удобно, нет уродливых плодов, нет никаких не сросшихся, все стандартные, вот смотрите, я произвольно вот кучу наложила, и на кустах вы видели, что они все одинаковой формы, но сейчас я покажу, какой он внутри, у него очень интересная, такая яркая расцветка, видите они, оранжевые, штрихованные, полосатые, ну, отсюда и название, полосатый Джереми, на разрезе, мы видим не очень красивого цвета мякоть, если снаружи он более оранжевый, такой яркий, можно сказать, даже желтый, такой темно-желтый, то внутри он цвет охры, но пусть вас этот, как бы не очень красивый цвет, не отпугивает, на вкус они очень вкусные, вкус такой нежный-нежный, сладковатый, очень мало кислинки, много сладости, и смотрите, обещала показать шкурку, вот как раз, вот эта самая шкурка, извиняюсь, опять за руки, с огорода пришла, эта самая шкурка, видите, какая плотная, она прям прочная кожура, она дает нам возможность для длительного хранения, и для цельноплодной консервации, форма будет сохраняться, вот шапочку оставлю, у некоторых томатов шкурка прозрачная, еле видная, такая как целлофановая пленочка, у полосатого Джереми, шкурочка такая хорошая, все, если про полосатого Джереми подвести итог, то, конечно, мне этот сорт очень понравился, конечно, буду выращивать, мало какие сорта, дают такую урожайность, что не видно даже ствола, висят вот эти гирлянды плодов, с одного куста, точно, наверное, можно ведро собрать, жаль, жаль, что он, как, он же испеет не весь сразу, как периодами, но все равно, очень-очень много, эта урожайность достойна внимания, то, что он немножко высоковатый, конечно, это доставляет лишние неудобства, потому что его нужно подвязывать, но с этим мы справимся, потому что индетерминатные томаты мы же подвязываем, стараемся, уделяем ему внимание, так и полосатый джереми, если его вовремя подвязать, закрепить, то начал спеть конец июля, начало августа, в начале августа можно получить хороший, достойный урожай для употребления в свежем виде, а дальнейшие будут, там, конец августа, начало сентября можно использовать для длительного хранения и консервации, вот такой у нас полосатый джереми, детерминатный, но высокорослый, среднеспелый, небольшой вес плодов от 50 до 100 граммов и очень-очень урожайный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий томатный гном это Electric Pink По сравнению с полосатым джереми он намного ярче, вот это яркие такие розовые сердечки лежат, тоже новинка этого года у меня, ни разу его не выращивала и как я уже начала не похожи по цвету, не похожи по форме куста. Если про полосатого джереми я говорила, что он детерминатный, но высокорослый, 120 сантиметров, то Electric Pink он детерминатный, но низкорослый, всего 50 сантиметров. Представьте, какая разница. Этот 50 сантиметров, этот 120. Разница в два раза. Но от этого не изменился вес плодов, что полосатый джереми 50-100 граммов, так и этот указывается, тоже 50-100-120 граммов. Веса одинаковые. И одинаковые еще те характеристики, которые вот я говорила про полосатого джереми, что плотненькие такие плоды, что если предыдущие крупноплодные томатные гномы, я даже не заикалась, что их можно консервировать, потому что они очень сочные, у них все, вот их нарежешь, начинает сок литься, то эти, наоборот, они плотно набиты мякотью, и благодаря вот этим качествам и маленьким, маленькому размеру плодов, они идеально подходят для консервации. Сейчас буду, когда пробовать шкурку, покажу вам. И тут тоже, смотрите, вот рядом они лежат, полосатый джереми, как я сказала, что открывается при разрезе такой грязноватый цвет охры, что он непривлекательный на вид, и смотрите, какой красивый Электрик Пинк, он прям светится вот таким розовым цветом, так что, какие разные гномы, вот вместе лежат, совершенно не похожи друг на друга, один вот такой, какой-то оранжевый, другой розовый, третий зеленый, четвертый вот, какой-то желтый, цветохры, все-все разного цвета, разной формы, разного вкуса, но вкус у Электрика Пинка мы сейчас проверим, я вот сейчас съела один ломтик гномика Электрик Пинк, сразу обращаю внимание на шкурку, шкурка прям плотная такая, видите, какая, она прям такая хорошая, за счет этих шкурок, еще раз повторю, что плоды держат форму при цельноплодном консервировании, и если говорить о вкусе, то вкус вот у этого розово-плодного Электрика классический томатный, он прям сладковатый, такой приятный, если полосатый Джереми, он сладкий, но как бы более экзотический вкус, какой-то, ну вот есть же томатный традиционный, а есть какой-то другой вкус у томатов, вот у полосатого Джереми какой-то другой вкус, а Электрик Пинк, это вот прям классика, вкусный, приятный, нежная мякоть такая, я еще вот так разломила Электрик пополам, смотрите, минимальное вот это вот место, где держится, прикрепляется плод, остальное все томатная мякоть, плотно, плотно бит вот этой мякотью, никаких стерженьков, никаких пустот, идеально для консервации и для длительного хранения, Электрик Пинк, несмотря на то, что листья у него почти, можно сказать, характерные для томатных гномов, то есть, чем, почему почти, потому что они гофрированные, они вот такие толстые, мясистые, плотные листовые пластины, которые, видите, почти не пропускают солнца, если мы их не будем прореживать, но слово почти обозначает, что у него немножко окрас другой, если у всех томатных гномов окраска почти у всех одинаковая, то есть, такая темная, изумрудно-зеленая, то Электрик Пинк, у него отличительная черта, листья как бы более светлые, особенно молодые, вот эти верхушечки, когда весной высаживаешь этот сорт, он сразу отличается от других, таким салатовым цветом листьев, то есть, листья у него более светлого цвета, небольшая высота, такой же, как все гномы, коренастый, толстый ствол, толстые пасынки, всего листьев много, сильно облицовленный, в остальном он как обычные гномы, ну и если говорить опять о различиях между полосатым Джереми и Электриком, то они отличаются не только высотой куста, но и вообще, как сказать, самой структурой куста, даже цвет листьев у них разный, но исходя из высоты куста, если про полосатого Джереми, я сказала, что поцинкование можете не проводить, но подвязка ему обязательно, то Электрик Пинг из-за своей маленькой высоты 50 сантиметров, про него все пишут, что его можно не только не посынковать, но и не подвязывать, вот этот шарообразный такой куст вырастет, будет, ну немножко, конечно, он наклонится на бок, если место позволит, и будет плодоносить, но я, из-за того, что у меня расстояние между кустиками всего 40 сантиметров, я его все-таки подвязала, еще подвязала, потому что на нем, конечно, очень много плодов, и вот он, как и все гномы у меня в этом году, начал заваливаться прям в проход под тяжестью плодов, и я изначально, у меня было задумано, что все они будут подвязаны колышком, и я не пожалела, что подвязала, но очень-очень их много, ну вот, про Электрик Пинг, если так общий вывод сделать, низкорослый, 50 сантиметровый, очень удобен в уходе, вот вообще неприхотливый, красивые, все характеристики гномов сохраняются, также толстоногие в рассаде не вытягиваются, такие же, как бы, жеванные, гофрированные листья, очень сильно облиствленные, много урожая, плоды небольшие, от 50 до 100-120 граммов, идеален для консервации, для длительного хранения, для вяления, запекания, для всего вот этого, ну и, конечно, для употребления в свежем виде, вкус классический, томатный, очень приятный, если кто хочет выращивать, получать спелые помидоры, без каких-либо проблем, пожалуйста, вот Гном, Электрик Пинг, очень красивая расцветка, ярко-розовый, с какими-то вот смолниями, со штрихами, такой как полосатенький, по срокам созревания он среднеспелый, но ближе к среднераннему, вот есть такое выражение, что среднеспелый, но стремится к среднераннему, да, начал спеть, у меня конец июля, начало августа, и все у него прекрасно, сейчас за август, я думаю, он отдаст мне весь урожай, что удобно с томатными гномами, если их вовремя пораньше посеять и пораньше высадить, можно получить огромный урожай до наступления осени, до наступления сырой погоды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Очень быстро. Так, ну а в остальном все так же. Можно не пасынковать или пасынковать частично. Многие спрашивают, что значит пасынковать частично. Ну то есть удалять пасынки до первой цветочной кисти. Я в этом году выращивала их вот именно вот эти маленькие. Вообще без пасынкования не убирала даже прикорневые пасынки. Просто подвязывала к кустикам. Но это опять тоже по желанию. Можно не пасынковать и не подвязывать вообще. Можно не пасынковать, но подвязывать. Можно и пасынковать, и подвязывать. Это зависит только от вашего желания, от количества свободного времени. Я изначально подвязывала сразу всех колушку, потому что я по своему опыту знала, насколько гномы продуктивные, насколько кусты у них увешаны, обвешаны, улеплены, облеплены плодами, что они заваливаются на бок. И если сразу их не подвяжешь, потом сложно будет стянуть всю эту семейку. Они начинают плодиться. И вот в прошлом году я сразу не подвязала, потом сложно их там собрать. В этом году сразу подвязываю. Ну, подвязываю очень просто. Ставлю кол и по типу веника стягиваю все вот эти народившиеся пасынки, и стволы, и пасынки к этому колу. И потом получается вот такой вот просто комок сгусток томатов. Потом лишние листья убираю, остаются одни помидоры. Все. О характеристиках. Вот высоту сказала примерно 80 сантиметров. Форма вот такая удлиненная. Как она? Или можно назвать ее перцевидной, или пальчиком, или удлиненной. Сосиска какая-то, сосулька. Ну, вот, короче, вы видите, какая форма. И цвет. Ну, вообще пишется цвет охры. Ну, вот, например, у нас, где я живу, цвет охры, это даже выражение никто не применяет. Или говорят желтый, или коричневый. Ну, как хотите, так называйте. Вот такой цвет. Грязно-желтоватый. Можно цвет охры. И опять же повторю, все, что относится к Джереми и к электрику, скажу и про глаз тигра. Что вот эта форма, именно что мелкий плод, именно что вот такой вот он удобный, идеально для цельноплодного консервирования. Плотная шкурка позволяет длительно хранить, позволяет при консервации плоду держать форму. Сейчас я его попробую и расскажу еще о вкусе. Ну, вот тут на тарелочке видно, на разрезе, вот он он, глаз тигра, очень похож на цвет полосатого Джереми. Такой, как грязноватый желтый, ну, или цвет охры. И видно, что, я вот сейчас съела кусочек, видим мы опять эту шкурку. Шкурка хорошая такая, плотненькая. В плодах мякоти много. Я вот и на брусочки нарезала, чтобы показать, что там нет в середине пустот, нет вот таких. Бывает у некоторых пустота, там, где семенные камеры. Вкус, скажу так, не знаю, как будет дальше, но у меня, я всегда говорю, обычно в конце лета они набирают больше сладости. У меня вот сейчас, вот этот я съела, он такой обыкновенный, традиционный вкус, кисло-сладкий или сладко-кислый, как его назвать, томатный. Не похож на десертный. Так вот перед этим я говорила вот про эти томаты, что прям десертный, про слон минусинский. Вот прям сладость вот такая вот, ну, одна сладость десертная. Нет, этот мне показался ближе к обычному томатному вкусу. И если вот собрать все вместе, то Глаз Тигра, томатный гном, который средней высоты, который можно выращивать без посынкования, без подвязки, но лучше подвязать, потому что плодов очень много. Среднеспелый, обладает всеми характеристиками томатного гнома. Идеально подходит для целеноплодного консервирования и длительного хранения, но можно употреблять и в свежем виде. Вкус традиционный, обычный томатный, сладковатый, с кислинкой. Кислинка вот у меня в данном случае ярко выражена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и остался один сорт томатного гнома, про который я сегодня еще вам не рассказала. Если вот эти все полосатые Джереми, номер 874, потом Электрик Пинк, Глаз Тигра, это все новинки, которые я вообще в этом году впервые вижу и что-то узнаю и вам рассказываю, то вот этот гном Дерзкая Мэрия, это у меня он с прошлого года, о нем я знаю уже все, о нем могу рассказать подробнее. И у него есть одно преимущество, которое очень ценно для томатного гнома. Многие огородники, кому полюбились томатные гномы, пытались вырастить их в теплице, и многие разочаровались, потому что они там сильно разрастаются, они же и так сильно облиствленные, у них вот эти, они толстоногие, стволы толстые, листьев много, листья жирные, мясистые, загораживают другим свет. Я в прошлом году тоже пыталась, но отказалась. Я представляю, какой будет полосатый Джереми, если он на улице метр двадцать, почти с меня ростом. Но Дерзкая Мэри обладает вот тем уникальным свойством, которое дано не каждому гному, это то, что ее можно выращивать в теплице. Скромность куста. У нее листья отличаются. Куст совсем другой. Вот давайте посмотрим, какая она. Ее уникальность этого сорта состоит в том, что она на улице небольшая, и она в теплице такая же. Куст не рвется в высоту, он ни в ширину не разрастается, и вот эти нежные листья с тоненькими листовыми пластинами, такие как, они отличаются от томатных гномов, хотя в характеристиках она такая же. Ее когда вот высаживаешь, сеешь рассаду, она также толстоногая, она не вытягивается, она всем похожа на гномов, но вот такая у нее структура куста, что он не огромный, не толстый, не мясистый. И листьев, хотя в начале лета на ней тоже много, но они не гномичие, такие совсем не похожи. Короче, дерзкая мэрия, она совсем другая. И я в прошлом году, у меня был опыт выращивания в теплице, я могу вам на 100% гарантировать, что если вы будете выращивать ее в теплице, никаких проблем она не доставляет. очень быстро формирует там плоды, очень быстро спеет. И очень урожайная, что в теплице, что на улице. Вы видели, сколько на ней плодов. Этот маленький кустик, он буквально кренится весь, весь улеплен этими плодами. И еще она может давать плоды не только. Вот про эти гномы я говорила. Этот 50, 100, 120, этот 50, 100, тоже 120 граммов. А дерзкая мэрия, например, у меня на грядке ленивки в открытом грунте давала плоды, ну вот и сейчас там толстые мэрии лежат, может дать плоды вообще до 200 грамм. Вот где у нее вольный грунт. На поднятой грядке она вот, у нее как, у нее вообще официально заявлено 100-150 грамм. И вот на поднятых грядках она такая. Но вот на земле, когда просто в грунтовом варианте она лежит, вообще огромные. И вот про этот сорт, если везде пишут про всех гномов, что можно выращивать без подвязки, без посынкования, я тоже могу заверить вас, что вот это для дерзкой мэрии подходит, без подвязки, без посынкования. И именно сейчас у меня лежит на ленивой грядке два куста дерзких мэри, которые весной замерзли полностью, потом обросли, и там она нанизала столько плодов, лежа на земле, но на агроткани. Дает плоды, не подвязывала, не посынковала, и вообще выращиваю по принципу посадила, забыл. Очень неприхотливая. Так что она, если еще учесть, что она самая первая, завязала плоды, вот на поднятой грядке, вот в тоннелях я показывала, самая в числе первых, первая поспела сердце Скарлетт, потом вот дерзкая мэри, в числе первых, почти самая первая спеет. И то, что она отличается от других, это, конечно, ее плюс, и это достоинство. Но тут есть и но. Я вот эти тоннели пока не открываю, еще холодно у нас по ночам, и поэтому все сорта показать не могу, какие завязывают. И сразу отмечаю лидеров, и тут у меня в лидерах по завязываемости, и по, как сказать, по такой, по неприхотливости, сейчас лидирует дерзкая мэри. Когда я в прошлом году покупала семена дерзкой мэри томатного гнома, я так задумалась, ну что за название дерзкая мэри, в чем она такая дерзкая? В этом году я поняла, почему названа так дерзкая мэри. Она действительно дерзкая. Она начала завязывать вот эти вот первые плоды, еще в то время, когда был мороз и снег на тоннелях, потому что, когда я после заморозка открыла вот эти торцы, они уже были в дерзкой мэри вот такие большие плодики, значит, они уже завязывались в холодный период. И сейчас она, видите, есть среднего размера, есть вообще крошечные милипюсенькие, то есть во время вот этого продолжительных периодов похолодания, у нас же еще 4 дня назад были морозы, дерзкая мэри прекрасно завязывается, хорошо переносит вот эти длительные периоды неблагоприятные, но она очень дерзкая. Мало кто завязал плоды в таких условиях, а она завязывает. Кустик у дерзкой мэри скромный, она не очень высокая, но вся, буквально вся, увешана плодами и спеть начинает очень рано. В числе первых. Прям гирлянды плодов висят. Вот эти плоды приобрели такой вот желтовато-коричневатый оттенок, стали мягонькими, значит они поспели. Сейчас я буду дегустировать томат номер 852, дерзкая мэри. Это томат из серии томатный гну, он среднеспелый, высота у него 40-60 сантиметров, плоды зеленые, полосатые, удлиненные, вес небольшой 100-150 грамм, и можно выращивать его без формирования, но обязательно с подвязкой, потому что сорт очень урожайный. Вес, который я прочла вам с этикетки, 100-150 грамм, но у меня они меньше веса, вот 90 грамм, так что имейте в виду, что они могут быть и 80, и 90. И вот я перевешивала, примерно все около 100, 150 грамм ни одного не было. Но они зато очень красивые и хорошие. Я считаю, что 100 грамм это нормальный вес для такого томата. Перед тем, как разрезать и попробовать плод, я хочу обратить ваше внимание на разнообразие формы и вот этой вот расцветки. Я прочитала в этикетке полосатые, но это не отражает. Тут даже не полосы в нее, в дерзкой мэри. Какие-то, смотрите, какие-то фантазийные разводы, не поймешь. Это и не штрихи, и не полосы. Видите, какие они? Как облака на небе, непонятно. И цвет тоже разный. Вот глядя на эти полосы, я сразу сравниваю ее вот с другим гномом. Бой с тенью. Вот смотрите, у него точно так же, у него вот эти разводы, только у него разводы, вот эти вот, они бордовые, на каком-то на оранжевом фоне. Видите, тоже нет ни одного плода, чтобы одинаковые были расцветки. Все вот эти полоски и разводы, все совершенно разные. И такая же дерзкая мэри, только там красные полоски, а тут зеленые, темно-зеленые, на светло-зеленом и на желтом. Про расцветку. Так как это томат зеленоплодный, он не превращается ни в оранжевый, ни в красный, ни в какой. Он сначала был полностью зеленый, просто чуть видны были полоски, а потом он делается не полностью зеленым, а вот таким. Появляются чуть-чуть желтые оттенки, то есть эти вот зеленые полоски, они уже не на светло-зеленом фоне, а на светло-желтом фоне. И тут, так же, как вот я рассказывала про малахитовую шкатулку, очень сложно угадать степень зрелости. Но если желтые полосы вот так вот появляются на томате, это значит, что его уже можно кушать. Интересно то, что на разрезе он совсем зеленый, и этого желтого цвета, который на поверхности при созревании у нас возникает, его нет вообще. Но что удивительно, и что когда я первый плод разрезала, было для меня полнейшей неожиданностью, это присутствие малинового цвета. Если мы присмотримся внимательно, посмотрите, как вам удобнее показать. В каждом носике у дерзкой леди, у дерзкой мэри, смотрите, видите, малиновое, такое проявление какого-то малинового пятнышка. Где-то поменьше, а вот в соседнем, смотрите, она начинается как с носика, и вот так немножко расползается по мякоти внутри. И вот такое явление, вот эти вот малиновые, какие-то окрашивания, мякоти в малиновый цвет, это только успелых плодов. Зеленый пробовала ради интереса, разрезала, нет малиновых никаких пятен. Теперь о вкусе поговорим. Полностью вызревший плод дерзкой мэри, конечно, как и все зеленоплодные, имеет вкус экзотический такой, не присущий красным томатам или розовым. Зеленоплодные они своего такого деликатесного вкуса, обычно все, но это на любителя. Мне вот они кажутся вкусными. Вкус такой, я не скажу, что он прям оглушительно сладкий, но тут у нее и сладость, и кислинка как-то гармонируют. Сейчас еще покушаю. Мне вот хочется такие томаты есть снова и снова. Вы смотрите, мякоть, когда вызревает, она делается такая мармеладная, прозрачная. Конечно, он очень сочный. Конечно, ой, извиняюсь, конечно, он очень вкусный. Но вот я вот этот, эти плоды из теплицы кушаю. Там недостаточно солнца в этой теплице. Я думаю, что на улице в открытом грунте он будет еще слаще. Но вот мне такой вкус нравится. Вы знаете, чем-то напоминает киви. Киви же она одновременно и сладкая, и кислая. И от этого вкус именно такой оригинальный у нее, что хочется кушать снова и снова. Мне нравится. Но пока каждый не попробует сам, что это за вкус дерзкой мэрии. Конечно, он не поймет, нравится ему или нет. Вкус оригинальный, вкус не похожий на другие томаты. Вкус и кислинка присутствует, и сладость. Но по моему вкусу это очень сладо. Это очень вкусно. Если говорить про назначение этого томатного гнома, то, конечно, по весу и по небольшому весу и по форме плода мы видим, что они подходят и для цельноплодного консервирования. Я думаю, что они подходят и для длительного хранения, потому что они такие небольшие, плотненькие. но в первую очередь это, конечно, для употребления в свежем виде, потому что никакая консервация не передаст этого неповторимого оригинального деликатесного вкуса томатного гнома дерзкой мэрии. Я вот в этом году все их съем в свежем виде. Сразу говорю, не буду испытывать на консервацию, но хотя я представляю, что в консервации, наверное, они тоже хорошо будут выглядеть. Еще хочу затронуть одну немаловажную тему, где можно выращивать этот сорт, потому что вы уже поняли и многие знают, что томатные гномы, они в теплице не все пригодны для выращивания, они там сильно разрастаются, наглеют. А вот дерзкая мэри это приятное исключение. И когда я говорила при дегустации, что и окраска плодов, и форма плодов похожа на вот этого, на другого томатного гнома Буистению, то и тут они схожи. Я Буистению называю одним из небольшого количества сортов, которые пригодны для выращивания в теплице. Он в высоту не вырастает, лист у него не очень похож на такие лопухи, листья гномов скромный. То же самое у нас с дерзкой мэри. Лист простой, скромный, кустик не вырастает выше 60 сантиметров, что на улице, что в теплице. При выращивании в теплице она сильно не меняет свойства своего куста. Это очень большая редкость и это очень большой плюс. Значит, ее можно выращивать и на улице, и в теплице. Но и самое главное, когда созревают, можно ли получить с дерзкой мэри ранний урожай. И тут она тоже, как в лидерах, тоже ей поставила я пять, потому что, смотрите, вот как раз три сорта, которые я выделяю. Поспел и в теплице, и в открытом грунте. Вот 841 номер, бой с тенью. Поспела 868 номер, полосатая амазонка, и в теплице, и, к моему удивлению, большому в открытом грунте, почти одновременно. И так же ведет себя вот эта дерзкая мэри. Она тоже поспела и в теплице, и поспела в это же время на улице. Хотя там на нижних кистях всего несколько плодов, но все равно. Поспела, значит поспела. Значит, я про нее тоже пишу, что она и для выращивания в теплице подходит для получения раннего урожая. Поспела раньше других гномов. Вот она и полосатая амазонка. И поспела на улице. Значит, этот сорт можно использовать для ранней высадки, для получения раннего урожая. Я очень подробно рассказала вам об этом сорте, потому что это сорт новинка. И мое первое впечатление от этого томатного гнома, дерзкая мэри, только положительное. Вы, наверное, уже поняли из моего сейчас рассказа, что она и в теплице растет, и на улице растет, и рано поспевает, и куст у нее не разрастается. Я на будущий год, скорее всего, ее для раннего урожая высажу снова, потому что вкус мне нравится, необычный. По крайней мере, он в корне отличается от моих толстоногих томатов-сибиряков, которые я обычно всю жизнь высаживала для раннего урожая. Теперь я расширила горизонты, и для раннего урожая уже могу смело высадить и бой с тенью, и дерзкую мэри, и полосатую амазонку. Вот эти шоколадки сейчас тоже буду дегустировать. Очень вкусные. И вот дерзкой мэри ставлю пять с плюсом. Кому нужны вот такие характеристики, сортовые томата, пожалуйста, обратите внимание на этого томатного гнома. Если еще учесть, что она повторяет все характеристики вот этого проекта томатный гном, то есть рассада толстоногая, не вытягивается, она неприхотливая, особо ее формировать не нужно, можно без посынкования только подвязать. Кроме плюсов, я ничего в этом сорте не увидела. Дело в том, что дерзкая мэри это зеленоплодный томат. И не всем зеленые томаты нравятся. Если она снаружи при созревании еще как-то более-менее появляется у нее какой-то такой желтый, там чуть-чуть тоже цвет охры, то разрезав ее, мы увидим, что вот одна зелень. И некоторые люди до сих пор подсознательно не могут смириться с тем, что, ну как свыкнуться, что зеленые вот такие, мякоть зеленая томатов может быть вкусная. Смотрите, конечно, приятнее смотреть на розового электрика вот этого. Даже полосатый джереми и то выглядит приятнее. На вот это зеленушка кажется, ну что здесь может быть вкусного. Но несмотря на это, дерзкая мэри очень вкусная. Я в прошлом году во время дегустации съедала все ее плоды. Но сейчас я попробую. Я, конечно, ела уже плоды этого сезона, но сейчас еще раз съем и еще раз расскажу о ее вкусе. Вкус бесподобный. Комат сладкий. Сладкий и вкус, конечно, она и сама, дерзкая мэри, видите, глядя на нее, конечно, это экзотический томат. Необычный такой, непривычный, нетрадиционный. И вкус у нее такой же. Вкус сладкий. При полном созревании, когда они делаются все вот такие мягкие, все такие вот прям ярко-ярко какие-то, желто-коричневые, то вкус сладчайший. И еле-еле уловимая кислинка. Сейчас они у меня не в фазе полной прям зрелости, потому что я взяла, сняла их мне для заготовки семян, и это подойдет. Но все равно, она уже сладкая. Мякоть, ну, смотришь на зеленую, даже не верится. Мякоть нежная, сладкая, с кислиночкой, очень приятная. И шкурка. Опять про шкурку. Я же специально здесь собрала всех вот этих гномов, чтобы указать вам на их общую для всех вот этих сортов характеристику. Вот эта плотная шкурочка, эта плотная шкурочка, она позволяет нам использовать эти плоды, ну, в данном случае дерзкой мэрии, для цельноплодного консервирования. Конечно, если вы использовать будете для цельноплодного консервирования, не нужно ждать до полного прям созревания, я хочу особенно новичкам заметить, что в зависимости от применения вы должны срывать плоды с кустов в разной степени зрелости. Когда я говорю, если хотите полностью ощутить всю палитру вот этой сладости, каких-то фруктовых послевкусий, какого-то вот, ну, как насладиться, как гурман, вкусом плода, то нужно, конечно, ждать до полного созревания. Вот в данном случае мэрия должна быть мягкая, она должна быть вот с таким явно выраженным оттенком желтого цвета охры, и можно ее кушать. Но если вы хотите применить для длительного хранения или для консервации, то не нужно ждать до полного вызревания, нужно срывать, когда плод еще довольно-таки вот в таком виде, когда плод еще довольно-таки плотненький, он будет лучше держать форму, он не будет разваливаться при консервировании, ну и для хранения, конечно, тоже. Так только начинается вот этот вот проблеск характерного цвета для данного сорта, нужно сразу срывать. Ну и вот это Дерская Мэри, тоже, как и группа этих томатов, она идеально подходит именно для консервирования, для хранения, но и в свежем виде она неповторима. Есть, ну, как всегда, обобщу все. Детерминатная, невысокорослая, 50-60 сантиметров, не больше. У меня на поднятой грядке в первом ряду, и мне кажется, вот она и банановые пальцы, они самые маленькие, но больше всего они облеплены урожаем, самые урожайные. В рассаде не вытягивается, спеет одно из первых, в числе первых, подходит для свежего употребления, для употребления в свежем виде, но, опять же, наверное, это томат на любителя, потому что вкус не традиционный томатный, а вкус такой экзотический, но не бойтесь, она из-за того, что она зеленая, и такая она вид неприятная, страшненькая, она на вкус сладкая, вот сладчайшая, к осени, если хорошо вызреет, вообще очень сладкая, удобно выращивание, я не посынковала, можно не посынковать и не подвязывать, но если в грунтовом варианте будете выращивать, если хотите, чтобы она стояла, стоя, то нужно, конечно, ее прикреплять к опоре, потому что очень-очень много плодов на ней. Все, про томатных гномов я закончила, и сегодняшняя дегустация наконец-то закончилась, если честно, я устала говорить, начинаю уже закашливаться, потому что от длительного разговора першит в горле, но я так подробно все рассказываю, чтобы вы понимали различия между сортами, вот я выложила на стол, все они красивые, их так много, глаза разбегаются, но после того, как я рассказала подробно о каждом сорте, вы поняли, что какие-то, вот например, как истинные цвета, я сказала, что она совсем не хранится, я ее пока донесла до дома, она уже все, она уже, на нее положили сверху еще одну помидорку в ведре, она лопнула, потекла эта помидорина, я ее вот еле-еле дотащила, и скорее давай вот так, прям как это выхлебывать, она состоит почти вся из сока, все она, вся растеклась, а вот эти сорта, наоборот, я уточняю, что они и хранятся длительно, и у них шкурочка плотная, их навали друг на друга, хоть 122 штуки, вот полное ведро наложила, полосатый Джереми, Мэри, Электрик, и они в таком состоянии в целом, так и лежали в ведре целые сутки, ждали, когда я их выложу на стол, ничего с ними не случается, и опять же про сладость, я говорила, что вот эти сорта, вот, например, вот эти негритята, они, если вызрют, они вот прям вот сладкие-сладкие, они вообще не похожи на томаты, а есть томаты, которые хоть сколько будут, а вот мамина, например, малиновое сердце, для примера могу привести, оно хоть сколько будет переспевать, но десертом оно не станет, оно не станет десертным, но оно будет сладкое по-другому, оно будет сладко по классическому томатному варианту, то есть вы будете кушать, вы скажете, ой, какой вкусный сладкий томат, если у вас спросить, это десерт? Нет, это не десерт, это вот настоящий томат, такой бабушкин томат, настоящий итальянский вкус томата, какие они и должны быть изначально, это потом уже начали кресты с них делать, один с другим перекрещивать, там добавлять, чтобы у них было много сладостей, еще чего-то много, а вот малиновое мамино сердце, это вот именно традиционный, ну все, я больше не буду удлинять, потому что говорить могу об этом вечно, очень долго, я рассказала все, что мне позволило время, потому что я не могу тоже целый день с утра до вечера стоять, говорить, 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 я считаю, что этих данных, этой информации достаточно, для того, чтобы понять, какой из этих сортов, какого назначения, нужен он вам или нет, и вам будет легче разобраться в этом пестром томатном мире, от которого действительно и глаза разбегаются, и слюнки текут, но нужно выбирать, подбирать себе коллекцию осознанно, чтобы получить именно то, что вам нужно, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, мои веселые, красивые томаты, которые разные, разные, и я думаю, что каждый человек найдет для себя те томаты, которые придутся ему по душе. Все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И видите, и цвет-то такой, как вот грязноватый такой желтый. Но как только Джереми вызревает до конца, он делается вот таким вот оранжевым. И вкус у него вообще другой. Вкус сладкий. Он прям тает у меня во рту. И полосатых Джереми, полностью созревших, я съела уже всех. А вот такие томаты, если сорвать их чуть-чуть пораньше вот такого срока, то они немножко не такой вкус уже. Не хочется их съесть все. Так что различайте степени зрелости томата. Вот сейчас выбираю сорта и пробую разной спелости плоды. Какой же вкусный этот истребитель. Смотрите, мяко-темная, почти черная. И вот те, которые хорошо вызревшие, которые прям вот такие вот. Ой, как вкусно. Сладкие. Вкус вообще потрясающий.